Доброе утро, дорогие коллеги! Приветствую всех на интерстриме инвесторов Utrade TV. Меня зовут Игорь Суздальцев, и мы начинаем эфир передачи «Инвестиционные идеи» за 22 сентября 2020 года, вторник. Я считаю, что сегодня будет очень интересный день, потому что произошли новостные события, которых мы ждали, и вот они случились, и понятно, что на этом надо зарабатывать. Давайте посмотрим технические и фундаментальные анализы и примем решение, как именно и на чем мы будем это с вами делать. Евро-доллар. Друзья, вы знаете, три основных темы мы рассматриваем, в части фундаментальном. Это коронавирус, Алексей Навальный и Беларусь. Так вот, сегодня коронавирус и Беларусь относительно тишина, ну как бы то, что было, то и идет. Ничего нового нет на этом фронте. А вот Алексей Навальный сегодня, вчера вернее, уже выступил с заявлением, которое все изменило, которое мы подробно разберем, но которое однозначно привело к росту напряженности в международной обстановке и к укреплению доллара США по всем фронтам. Я, честно говоря, думал, что найдут какой-то общий язык и как-то пойдут навстречу правоохранители Алексея Навальный, но, к сожалению, этого не случилось. Что меня немного удивляет, поскольку, на мой взгляд, такое обострение, оно не выгодно никому. Ну вот, произошло и понеслась. Поэтому, да, доллар стратегически укрепляется. Для меня, что удивительно, что гражданин России Алексей Навальный настолько мощно влияет сейчас на мировую обстановку, на мировые финансовые рынки. Я вспоминаю, когда вообще такое было, ну и не припоминаю. Может быть, Ельцин в начале 90-х годов такого уже уровня влияния имел на рынке. Вот, ну, в какой-то, в каком-то смысле, в каком-то смысле, это даже, ну, как бы, приятно нам, как гражданам России. Но хотелось бы, чтобы это было в положительном плане, а не в том, в каком оно происходит. Ну, что, как есть жизнь, как есть жизнь, так она и идет. Мы ее поменять не можем, к сожалению, на своем уровне. Поэтому принимаем так, как она идет и зарабатываем так, какую возможность имеем. Ну что, друзья, видим движение, видим движение вниз. Предполагаем пробой всех уровней и серьезное движение в сторону укрепления доллара. Хотя, пока этого не случилось. Достаточно сильный уровень. Давайте, кстати, его обозначим. Вчера в него уперлись. Сегодня ударились второй раз. А может быть, уже отработан этот импульс. Давайте подумаем. Ну, будем для этого и собрались. Так вот, пока, друзья, совершенно очевидно, доллар укрепляется, евро-доллар. Я бы поставил... Ну, мы уперлись в сильную поддержку. 1.17.28. На мой взгляд, мы ее будем пробивать и пойдем на отметку 1.16.43. Я, честно говоря, удивлен, что довели до этого. Ну, тут, знаете, удивлен, не удивлен, как бы, работаем в рамках того, что есть. Пока не видно успокоения этой темы. Поэтому евро-доллар сегодня вниз. Фунт-доллар. А тоже, кстати, смотрите, стоит на сильной поддержке. Если ее пробьет, полетит сильно вниз. Сильно вниз. 1.25.58. Это, коллеги, еще раз. Не евро падает, не фунт падает. Это доллар укрепляется. 1.27.66 и 1.25.58. Это серьезное движение, слушайте. Более 200 пипсов. Да, вот это движение можно поймать. Доллар и иена. Доллар вчера выкинули с глубин на этих новостях. Сегодня он стоит, кстати. Тут тоже не все понятно. Нет, доллар и иена для меня непонятно. Не видно пока. Ну, понятно, что этот шпиль вроде бы надо отработать. И, наверное, постоять наверх куда-нибудь на отметку 105.38 можно. Но, мне кажется, эта аргументация гораздо менее интересна, чем по евро и по фунту. Доллар, слейцарский франк, та же история. Вчера мощный рост. Сегодня. И цель 0.91.78 совсем близко. Потом будем с вами думать по ситуации пробо-отбой. Доллар канадец. Да, да, полетели наверх. Цель тоже можно обозначить ближайшую здесь. 1.34.26. Почему? Потому что как только начинается разговор о санкциях, всегда, причем раньше, чем санкциях, включается неофициальная санкция снижения цен на нефть. И даже если этого сегодня не будет происходить, то это уже висит в воздухе. И поэтому доллар канадец обречен на рост. Ну, если, конечно, ситуация каким-то образом не смягчится. Австралийский доллар. Та же история, друзья. Это не австралиец падает. Этот доллар укрепляется. Здесь ближайшей целью можно обозначить 0.7156. И обратите внимание, какой серьезный уровень был пробит вчера. О, это точка пересечения 0.7252, восходящего тренда и горизонтального. И все это можно уже удалить просто потому, что оно произошло. Чтобы нам глаза не замыливать, просто движение вниз. Доллар турецкая лира. Вот что интересно, по региональным валютам доллар, что хочет делать по крупным валютам, может падать, может расти. По региональным он только растет. Видимо, ситуация в регионах, скажем так, в развивающихся странах гораздо хуже, чем в Европе и США. И поэтому доллар всегда растет на любом обострении. Ну, в данном случае, естественно, по региональным валютам можно ожидать, что он будет расти еще быстрее, чем по крупным валютам. Ну, вот сейчас доллар турецкая лира 7.64.74. ДАКС. Друзья, для фонды это плохая новость. Доллар укрепляется, топчет под собой все. В том числе фондовый рынок, откуда деньги перетекают именно в долларовые валютные инструменты, в валютные пары. Да, и вчера мощно провалился ДАКС. Сейчас уже 12.620. С гэпчиком ушел вниз сегодня. Пытается отрасти, но не верит. Думаю, сегодня тренд продолжится. Вторник все-таки часто продолжает тренд понедельника. Ну, и, коллеги, здесь обратите внимание, что на СНТ-500, тем более это пятый день тренда, можно предположить, что 3212 наша следующая цель вниз. Золото тоже. Посмотрите, как мощно доллар вчера стрельнул. Все завалил. Из золота, то оно вверх-вниз, вверх-вниз, боковик. А вчера все, боковик закончился. Пробили. Сегодня ретест. Ну, и можно ставить, наверное, уже следующие цели. Ну, вот ближайшей целью надо быть, так сказать, скромнее. 1871. То есть 30 долларов вниз, друзья. Вот эту тридцаточку, я считаю, можно попробовать. Тем более, что мы сюда в августе уже прокалывали. Мы здесь были. Это не что-то фантастическое. И мне кажется, сегодня мы туда же и придем. Серебро еще круче. Все попробивало. Летит вниз. В ближайшей целью здесь можно поставить 23.46. Это 60 пипсов от текущих, кстати говоря. 60 центов от текущих. Прямо замечательные деньги. Не пипсов, а центов. Вот именно. Замечательные деньги, которые можно попытаться поднять. Тем более, что в августе мы тоже здесь были. И это тоже никакая не новость. На эту поддержку, я думаю, мы встанем сегодня. Далее, друзья, нефть. Но нефть мощно вчера вниз. Сегодня продолжает. 39.58. Ноябрьский WTI, напомню, уже мы торгуем. А ноябрьский бренд 41.49. Движение не такое мощное. Но видно, что доллар подавил своим укреплением и цену на дне. Сможет ли она отбиться сегодня? Вот сегодня вряд ли. Мне кажется, раз неделя так началась мощно, то пока так и продолжится. Хотя, может быть, по нефти динамика движения будет уменьшаться. Все-таки сутки скоро будут истекут после этой новости, если не будет никаких дополнительных обострений. Тем более, что пока слова никаких санкций объявлено не было. Вот на санкциях доллар резко стрельнет, а нефть обвалится. Я, честно говоря, сомневаюсь, что будут санкции. Я объясню свою позицию, почему. Мне кажется, Трамп не хочет никаких санкций до выборов. Ну, а выборы 3 ноября, как вы знаете. Тут можно спорить, что это поможет ему выиграть, не поможет. Тут у каждого... У нас все проигры крупной политики и политологи. Поэтому у каждого своя точка зрения. Но совершенно ясно, что он не хочет санкций. И такого резкого удара вниз, может быть, и не будет. А раз не будет резкого импульса вниз, то и развернуть могут достаточно быстро за день-два. Вряд ли сегодня, на мой взгляд. Ну, уже завтра, послезавтра, может быть, доллар начнет откатываться, на мой взгляд. Далее, калерет. Натуральный газ. Та же самая история. 1,854. Не хочет, не хочет он укрепляться. Так же вниз пока. Доллар китайский. Да, по китайскому ваню, так же, как по лире. Хороший рост доллара в моменте. 6,7949. Ну и следующую цель я бы поставил. Ну, на сегодня давайте поставим. Вчерашний хай. 6,8062. Это 100 пипсов от текущих. Хорошие деньги, кстати говоря. Хорошие деньги. Можно поторговать. Ну и доллар-рубль, друзья. Доллар-рубль в моменте 76,26. Ясно, что мы эту вершину взяли. Ясно, что мы идем третий раз штурмовать 76,57. И мне кажется, что ее мы сегодня возьмем. Ну, сегодня или завтра. Потому что, ну, пока, к сожалению, понятно, что вся ситуация обострения отношений между Россией и США, она на доллар-рубль влияет самым прямым образом. Гораздо активнее, чем на фондовый рынок, на срочный рынок, на московской бирже. Оно тоже влияет. Мы видим, так сказать, большие сложности на этих площадках. Я не хочу там ни в коем случае разжигать никакую панику. Но я думаю, что ситуация там будет не лучше, чем по доллар-рублю. А если тем более мы возьмем это сильно отметить. Друзья, сейчас все внимание на 76,57 по рублю. Если мы берем, уходим выше, фонду уже не удержите. Ни фонду, ни срочный рынок. А если пойдем в боковике, давайте даже обозначу этот боковик, то тогда да. То тогда, если, допустим, сегодня-завтра откатятся и пойдут в боковике, тогда да, тогда можно удержать. Но пока для этого нет никаких оснований. Тренд восходящий однозначно четырьмя касаниями мы видим. Ну, я имею в виду блок касаний, считаю, как одно. Раз, два, три, четыре. Тренд восходящий подтвержден. И с точки зрения теханализов мы можем пройдить сегодня наверх. С утра сейчас включились банки. Включился Банк России, естественно, своими беседами. И, может быть, и деньгами. Через полномоченные банки. Минфин может подключиться. Банк России напрямую на Мосбирже может торговать. Поэтому, я думаю, сейчас удержат. А вот что будет к обеду, после обеда, это большой вопрос. Нет, не думаю, что удержат по итогам сегодняшнего дня. Ну и евро, доллар тоже наверх. Ну, кстати, достаточно умеенно. Почему-то еврик у нас падает, скажем так, с меньшей динамикой, чем доллар. Ну, что неудивительно, потому что... Ой, не, растет. Растет. Потому что ключевой категорией сегодняшнего дня является укрепление доллара. Поэтому, естественно, евро по рублю растет меньше. Ну, и евро, естественно, мы видим, снижается по доллару. Что тоже, естественно, через корреляцию влияет и на евро-рубль в том числе. То есть евро растет меньше, чем доллар. Ну что, друзья, давайте поговорим о фундаментальных новостях. А что именно произошло в части Алексея Навального, что это так влияет на рынок. Произошло следующее. Впервые после, так сказать, прихождения в себя Алексей Навальный сообщил, что на него, в отношении него было применено боевое отравляющее вещество. Вот. И сейчас главная его цель – это получить свою одежду. Потому что он считает, что это вещество было нанесено на одежду. Он, так говоря, в тело проникло, руками хватался, там, за разные вещи. Тоже оставались следы бутылочки и так далее. Вот. Тем более, что вчера истек 30-дневный срок для органов внутренних дел, в течение которого они могут вести доследственную проверку и выяснить все обстоятельства, принять решение, возбуждать уголовное дело по этому факту или не возбуждать. Ну и вот Алексей Навальный воспользовался своим правом, как гражданин Российской Федерации, говорит, «Я хочу забрать свою одежду, чтобы проверить, ее проверили, нет ли там яда новичок». Вот. Естественно, все как бы ждали, что он это сделал утром, вчера. Все ждали, что в течение дня ему скажут, «Да ради Бога, забирай свои вещи и, так сказать, не вопрос». Ну, тем более, что за 30 дней не было принято решение, ну, как бы, значит, не хотят возбуждать уголовное дело, что тут как-то, какие тут секреты. Но Министерство внутренних дел принимает другое решение. Они приняли решение о продолжении доследственной проверки по факту инцидента с Алексеем Навальным и, таким образом, не выдали вещи на обследование на предмет наличия яда новичок. Естественно, тут начались все мысли мои в теории конспирологии, тут же пошла куча заявлений, и я, честно говоря, не понимаю, зачем Маша это делает. Потому что, действительно, первая мысль – «Ага, значит, есть что прятать». «Да выдайте вы ему его вещи». Ну, в чем вопрос-то? Пусть там они разбираются, понимаете? Нет, ну, почему-то все через скандал, все через подозрения. Его отравили 20-го. 21-го жена пришла и сказала, «Выдайте мужа, стоит самолет, улетит в Берлин». Чтобы в течение суток, пока сутки не прошли, чтобы можно было выяснить, что с ним. Если это отравляющее вещество, сразу его спасти. Нет, тянули еще сутки, выдали только 22-го. Утром он улетел в Берлин. Сейчас. 30 дней прошло. Человек по закону просит, «Выдайте одежду». «Да выдайте вы ему!» Все равно ее придется выдать. Та истерика, которая сейчас, она сейчас только каждый день будет раскручиваться. Все обвинения посыпятся просто как из ведра. Ну, не знаю, не скажу с чем. И то, что вы не хотите выдать одежду на уровне 76 рублей за доллар, вам придется выдать на уровне 176 рублей за доллар. Ну, все равно придется. Ну, как? Человек пострадал. Человек просит свою одежду для анализа за рубежом. Его право. Нет, все равно. Прутся и будут сейчас. И удивляться потом почему-то, так сказать, все позавалилось у нас. Я удивляюсь, черновес. Смысл такой. Если что-то хотели сделать с этой одеждой, так за 30 дней надо было уже сделать. Надо было ясно понимать, что Навальный потребует ее выдачи, если выживет. Если не выживет, это все теряет смысл, естественно. Но он выжил. Неужели за 30 дней, если что-то хотели сделать, не сделали? А сейчас-то продлили. Законные основания для правления найдут. То не выяснили, все не выяснили. Это я не сомневаюсь. Но мировая реакция, сразу надо ясно понимать, российский рынок валится. Все. И рубль, и, так сказать, и фонда, и срочка, и все позавалится. Понятно. И сегодня, когда начнутся комментарии, такие активные, резкие, естественно, это все усилится. Но они, собственно, уже начались. Просто пока это еще первая реакция. Вот, например, госсекретарь Помпея заявил о готовности США ответить на отравление Навального. Он напомнил об отравлении. Ну, естественно, это после заявления, вот как только выступил Навальный, буквально через 3-4 часа и начались комментарии. И он говорит, что, значит, напомнил об отравлении Слеполей, отметив, что на тот инцидент Вашингтон дал решительный ответ. По его словам, нет причин полагать, что США аналогично не отреагируют на отравление Навального. Ну, то есть, понятно, они готовят какие-то санкции. И опять же, когда они будут? До выборов или после выборов? Я вот что-то сомневаюсь, что они будут до выборов. Тоже, может быть, тоже больше слов. Если бы хотели сделать санкции, сразу бы их сдали. Сразу бы вот бумага, вот санкции такие и такие. Пока слова. То есть сейчас вот покупать доллар на все я бы не стал. Слова часто не бывают делами. Но первое слово сказано, естественно. Больше того, Помпео объявил о работе над коалицией против Северного потока-2. Естественно, они связывают это явление. Что, ну, раз так, раз Россия так себя ведет, одежду не выдает, значит, вот давайте вообще завалим Северный поток-2 и еще нефть уроним. Ну, это не было сказано, но это подразумевается. Поэтому сегодня нефть поднять будет очень другое. Далее, друзья. Тут же, ну, вы знаете, да, финразведка США получила данные о почти 200 операциях банков России и прямо вчера начали построчно. Такой-то, такой-то, получил столько-то, столько-то. Причем, почему-то, как-то все с удивлением, журналисты пишут, ой, так они получают информацию даже о долларовых платежах внутри страны, внутри России. Ну, конечно, а как? Банк как корреспондент в Нью-Йорке сидит. Естественно, он все видит. Если платеж ему кажется подозрительным, он его помечает как подозрительный и отправляет в финансовую разведку США. Естественно. А как по-другому? Это же валюта не Российской Федерации. Почему-то все думают, что если ты из Москвы в Санкт-Петербург платишь долларами по такому-то договору, то же Нью-Йорк это не заходит. Ага, сейчас. Почему я подробно это не обсуждаю? Я всегда очень внимательно эти вещи читаю, изумляюсь суммам огромным. Слушайте, для этих платежей миллиард долларов это уже не деньги. Это так вот. Куда миллиард, сюда миллиард. Но почему мы не обсуждаем и не озвучиваем эти фамилии? Потому что все эти люди власти. Ссориться с ними не надо. Я просто не хочу, чтобы на Utrade.com звучали эти фамилии. Кому интересно, почитайте. Суммы впечатляют. Естественно, это тоже не случайно, что так вчера бурно прям начали обсуждать. Вот тот плохой, тот плохой, а этот еще хуже. Естественно, это все, так сказать, связано с одним явлением. Ну что, коллеги, двинемся дальше. Помимо Алексея Навального есть другие вещи, которые очень интересны. Которые тоже, кстати, влияют на рынки, но в совершенно неожиданном плане. Например, в США Wall Street Journal пишет «Началась волна образования новых бирж». Буквально вчера совершились первые сделки на новой бирже MemX, которую поддерживают банки Wall Street, онлайн-брокеры и гигант по управлению активами BlackRock Incorporated. Она позиционируется в качестве нового с низкими издержками конкурента Нью-Йоркской фондовой биржи и NASDAQ. Тоже будет торговать всеми акциями и так далее. И таких бирж появилось несколько в последнее время. Естественно, что произошло при этом, с традиционных бирж побежали люди. Тем более, что, скажем, причины были связаны с коронавирусом. Многие предприятия подсели, у многих проблемы. И в целом, со снижением активности населения на биржах в последнее время, поскольку денег во многих регионах стало меньше. Ну и вот это вот, то, что появились конкуренты, естественно, многие запаниковали, что сейчас их акции пойдут вниз, поскольку на новых биржах могут быть новые элитенты. Не факт, что теми же самыми будут торговать. Отвлечение части средств, естественно. И понятно, что котировки могут быть тоже разными абсолютно, потому что, ну, это другая биржа, просто другая биржа. И поэтому миллиардеры начали выводить свои акции, акции своих компаний с бирж, что, естественно, добавляет паники на рынке. И вот это сочетание, то, что нас накрыла вторая волна коронавируса, и появились новые биржи, причем такие приморочные поддержки, конечно, говорит о том, что в ближайшее время на фондовом рынке будут определенные, скажем так, коррекции вниз. Как надо использовать? Я считаю, что надо использовать эту ситуацию для работы, для новых инструментов, для новых подходов. Сегодня упало, завтра выросло, здесь паники особой нет, я считаю. Это, ну, вернее, она есть по факту, да, но надо находить наоборот. Если что-то становится слабее, надо искать свою нишу в этом бизнесе. Ну и вот, допустим, мне понравилась новость, Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа. Хорошо поработали, продали первую партию российской нефти Юралс, зарубежнефть, продали на торгах. Вот, замечательно, так сказать, на аукционе, да, да, на аукционе. И цена поднялась по сравнению с первоначальной заявленной, цена поднялась. Это здорово, так что, я, например, считаю, что в этой ситуации не паниковать, а работать очень правильное решение. Кризис – это всегда время возможностей. Пусть крупняк падает. Вот вы в бизнесе, мимо вас крупняк летит туда вниз в пропасть. Чего вы паникуете? Вам халву. Конкурент, который доминирует на рынке, падает. И пусть валится. Вы создаваете свое, развиваетесь, захватываете освободившуюся нишу. Далее, друзья, интересная новость с рынка недвижимости. Эксперты сообщили о росте цен на 15% на новостройки к концу года. Друзья, дешевая ипотека, цены растут. Я предлагаю даже не думать о том, будет ли кризис в производстве, не будет, снизится потом, не снизится. Это потом будем разбираться. Сейчас, так сказать, тот, у кого есть, допустим, возможность ипотеки, те же самые 6,5%, сейчас говорят, что это очень низко. Я в своей жизни вообще не помню, что такое звучало. А мне говорят, что даже ниже 6% есть примеры. Это из практики, кто сам берет ипотеку. Тем более, что здесь есть огромный плюс, друзья. Сейчас на падении рубля будет высокая амфляция. И, естественно, у кого есть долларовые доходы, потом эту квартиру за 100 долларов нужно купить. Ну, условно так. Почему? Потому что в 98 году все почему-то говорят о тех, кто пострадал, а о тех, кто заработал миллионы, не говорят. Понимаете? Например, кто был в долгах, в ипотеке, но имел долларовый доход, он, этот долларовый доход, то, что он был должен 10 тысяч долларов, резко вырос, так сказать, курс доллар-рубль, он отдал этот долг за 2,5 тысячи, потому что в 4 раза вырос доллар, буквально за считанные там, ну, несколько недель точнее. Так вот, естественно, сейчас брать в рублях, инвестировать в рублях очень выгодно, брать товар в рублях очень выгодно, потому что, когда рубль проваливается, одновременно растут цены, сразу стреляют, потому что многие товары закупаются за доллары. То есть, если вырастет доллар, рублей на него тратится больше, и стоимость товара растет. Поэтому сейчас очень грамотно купить квартиру, взять под 6,5% ипотеку, это очень дешево, до всего мира это дешево. Ложится, доллар провалится, цены вырастут, у вас еще дом недостроят, а вы уже заработаете, и ипотека отобьется, ипотека-то не меняется в сумме, она там зафиксирована, и поэтому, естественно, вы погасите ипотеку, квартиру, или квартира останется, или дом, и вы ее продадите. В 98-м году люди заработали на этом немеряно, немеряно, и на долларе, и на недвижимости, и, кстати, на других вещах тоже, на автомобилях, на искусстве, кстати говоря, картина резко стреляет в цене в этот момент, скульптура, кстати говоря, тогда в 98-м году, я помню, это было не в России, но какая разница, процессы идут одинаково, резкий рост цен, и когда был еще мировой кризис, не забывайте, почему-то все вспоминают, в 98-м год только российский кризис, он начался в Юго-Восточной Азии, он был мировым, и поэтому российский, это был такой финальный, ну, скажем так, одно из частей, финальное, не финальное, можно спорить, поэтому сейчас явно мы идем на вторую волну коронавируса, на резкое обострение международной остановки, явно идет очередной аналкар кризиса, и миллиардеры это чувствуют, почему и выводят свои компании с биржи, сейчас выгодно быть, более выгоднее быть частными, потому что даже имиджевая составляющая, когда твоя акция стоила 100 долларов, а потом стала стоить 3 доллара, естественно, по компании, по имиджу компании это сильно бьет, поэтому, друзья, мы явно идем на кризис, в этой ситуации вкладываться, выводить деньги, вкладывать в вечные ценности недвижимость, автомобили, искусство, это совершенно однозначно, выигрышно, даже если недвижимость, ну, понятно, самая крупная покупка недвижимости в этом перечне, даже если под ипотеку 6,5%, еще раз говорю, она фиксирована в цене, и если, допустим, цены растут в два раза, то считайте, что ваша плата по ипотеке падает в два раза, 98-й год это убедительно доказал, далее, друзья, Алексей Кудрин, бывший министр финансов России, предложил заменить повышение налогов приватизацией, правильно, продайте имущества, развивайте рыночную экономику, не давите людей налогами, наоборот, налоги снижать надо в период кризиса, а не повышать, все нормы социальной защиты рушатся сейчас в России, просто рушатся, на кризисе всегда снижают налоги, чтобы люди выживали, у нас все наоборот, конечно, нужна приватизация, вам нужны деньги, продавайте имущество государственное, чтобы покрыть дефицит бюджета, зачем вы налоги поднимаете, естественно, люди не довольны, ну и так у нас, смотрите, что произошло, 20 миллионов россиян живут за чертой бедности, а черта бедности у нас мрот, то есть 12 тысяч рублей с копейками, ну как это, 20 миллионов получают доход меньше 12 тысяч рублей в месяц, да вы что, смеетесь что, естественно, это серьезные дела, серьезная социальная протестная база, ее надо смягчать, конечно, что-то надо делать, какие-то реформы, тем более, что, вы понимаете, во всем мире выбирают людей выше любой экономической или политической аргументации, ну вот, например, в Лондоне есть Королевская Академия Художеств, встал на этой неделе вопрос, что, значит, надо сокращаться, люди не ходят, вторая волна вируса, Джонсон вчера объявил, что вот-вот и начнется вторая волна вируса, то есть карантин, запреты, там и так далее, и так далее, и там говорят, что надо в этом музее, ну она называется, еще раз говорю, Королевская Академия Художеств, но она хранит большое количество культурных ценностей, надо сокращать 150 рабочих мест, это очень известные люди, искусствоведы, ученые, там имена, так сказать, звездные, ну Академия Художеств, что тут говорить, и они говорят, а у нас есть Мадонна Тадеи, Микеланджело, это единственная мраморная скульптура Микеланджена в Великобритании, она причем незавершенная, но оценивается в 100 миллионов долларов, даже в том виде, в каком она есть, ну естественно, ее не завершил Микеланджи. Вот, ну так она выглядит хорошо, без сомнения, там видно ряд фигур, как бы, все, вот, и они говорят, что люди важнее, чем скульптура, продайте ее за 100 миллионов фунтов, в среднем, значит, 8 миллионов долларов, нужно 8 миллионов фунтов на содержание вот этих 150 человек, и нифига себе зарплатушки, у них, 8 миллионов фунтов на 150 человек, там все равно нехило так выкатывает, вот, и они говорят, что, ну, на сколько-то лет, там, сколько лет, на 16 получается, так, сейчас, сейчас, разделите на 8, ну, больше 10 лет в любом случае, с копейками, там, да, значит, хватит этих денег, и мы, типа, сохраним очень важных людей, то вот на 10-12 лет мы их сохраним, и они будут работать, люди важнее, чем единственная мраморная структура Микеланджело в Великобритании, не знаю, какое решение, так сказать, будет принято, с огромным интересом слежу, но сам подход, люди важнее, чем что-либо, абсолютно верный, так что, надеюсь, что так и состоится, как предлагают люди в Лондоне, все, друзья, двигаемся с вами дальше, ну, что, давайте спросим у монеты, что она сегодня думает, вчера монета показывала СЭЛ, была права, ставим ей плюсик, давайте сегодня спросим, что она думает, по продолжению событий, напомню, у нас нефть, WTI, ноябрьский контракт, бросаем, волнуемся, смотрим, две стороны у монеты, СЭЛ и БАЙ, опаньки, и сегодня у нас ожидается БАЙ, замечательно, будем надеяться, монета сегодня нас не подведет, нужен БАЙ, макроэкономические индикаторы, выходной в Японии, день осеннего равноденствия, 10.30, прошло, наверное, уже выступление главы банка Англии, Бейли, а, кстати, давайте я посмотрю, на фунт это оказало влияние какое-то, да, фунт несколько укрепился, кстати говоря, Далее, что сегодня надо ждать, еще одно событие, в 17.30 выступление главы ФРС господина Павлова, тоже может кочнуть рынок в какую-либо сторону, ну что, друзья, погоним итоги, итак, ситуация вокруг Алексея Навального вступила в активную свою фазу, Алексей Навальный потребовал свою одежду, он предполагает, что именно на ней должны быть остатки яда новичок, одежда не выдана, проведена доследственная проверка, она может длиться достаточно долго, вот, ну и понятно, все это резко изменило ситуацию, доллар резко вырос, потоптал все на свете. На мой взгляд, это новость одного дня, вот сутки пройдут, и мне кажется, это все остановится, вот сутки уже через несколько часов истекут, после этой новости, почему, потому что дальше будет такая вязкая, тяжелая борьба Навального за получение своей одежды, вот, это тоже будет влиять на рынок, но уже не так сильно, не так мощно, уже какими-то другими новостями можно эту новость будет погасить, притушить, во всяком случае, то есть, вполне может завтра уже возобновиться укрепление евро и фунта, но сегодня я не думаю, что прямо удастся прямо остановить падение евро и фунта, динамику можно будет погасить, но закроемся, я думаю, в отрицательной зоне сегодня, так что внимательно наблюдаем, друзья, за этой темой, стоим в купленном долларе, по каким инструментам решает каждый сам, мне кажется, фунт евро традиционные, здесь интересные объекты, продажа нефти тоже интересна, потому что, естественно, всегда включает, одновременно с разговором о санкции, всегда включает продажу нефти, это неофициальная санкция против России, вот, то есть, две темы, покупка, продажа евро и фунта, и продажа нефти, две основные темы, я вижу на сегодня, фунта, очень сложная тема, конечно, можно сказать, что вот новые биржи, коронавирус, продажи крупных собственников, компаний, все это может, повлиять резко на падение, может, но вот у меня, поскольку политика здесь задействована в меньшей степени, а экономические факторы, сейчас вообще, сами по себе слабее, вот я бы, например, да, наверное, можно продавать S&P 500 и DAX, поскольку мы их обсуждаем подробно, но для меня бы это был сегодня выбор номер три, в любом случае, спасибо, друзья, всем удачи. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,